Ребята, всем огромный привет! Сегодня в этом видео мы вам покажем, как мы переделывали вот этот старый стол. В процессе вы увидите, какой он был и сейчас какой он стал. Мы, конечно же, уже им пользуемся, этим столом уже ровно год. И хочу вам сказать, что, конечно же, совершенству нет предела. Можно дальше продолжать его усовершенствовать, что-то подмазывать, что-то подкрашивать и так далее. Но мы им пропользовались год, нас все устраивает. Его большой плюс в том, что он стал тяжелый. Он раньше был очень легкий и у него низ, нижняя вот эта вот подставка была маленькая. И он переворачивался, этот стол. Сейчас даже внучка бывает там что-то надавит, что-то там разольет, что-то еще сделает. Он не переворачивается, ничего не отщелкнулось, как мы все замазали вот этой вот замазкой. И все в том же состоянии. Вот просто протерли тряпкой и так далее. Я его ничем не застилаю. Происходит как вот, как вот, как все есть. Сейчас год пропользовались. Я очень довольна, очень рада, что мы, наконец, его сваяли. Будем продолжать дальше заниматься нашим старьем. Мы же его не можем выбросить. Как мы можем расстаться со своей той мебелью, которая нам дорога? Здравствуйте, девочки и мальчики. Вы на канале Юрия и Лариса Ивановы. Я вам показываю стол. Я собираюсь его немножко подреставрировать. Как сказать немножко, наверное, почти весь переделаю. Этому столу 18 лет. Он служил нам верой и правдой. И всю нашу стройку был с нами. И на глиняном полу он стоял, потому как мы строимся. И на бетоне он стоял много лет. Даже не на плитке, а просто на бетоне. Короче, что он только не вынес. Может быть, если бы вначале я его укрывала клееночкой, он бы пожил немного подольше. Но я терпеть не могла и сейчас терпеть не могу никакие клеенки. Но приходится закрывать его клеенкой, потому как другого стола у меня нет. И возможности покупать. У меня тоже их нет. В связи со стройкой. Это нескончаемая стройка. Ткань тут порвалась. Ну вот внизу, как вы видите. Потому что здесь острый край. Естественно, поэтому ткань не порвалась. Теперь здесь вот ДВПшка. Ну как, каркас сделан. С этой стороны это ДСП. Приклеено, конечно. Не знаю, что я буду делать, но муж мне говорит, ты должна все эти шишки убрать. Я-то как хотела взять керамогранит, кусочки. Он показывал вам, что он делал подоконник, пилил. И у нас остались кусочки. Я их раздолбила молоточком. Сделала из них мозаику. Собралась выложить просто на стол. Поменять вот эту ткань. Керамогранит очень тяжелый. Если ты положишь на столешницу, то будет переваливаться. Ну, я согласна с ней. Полая столешница и низ не очень устойчивый. Будет падать и разобьет нам плитку внизу на полу. Ты должна залить эту ножку бетоном внутри. Он будет очень тяжелый. Ну и что, что, что ты его таскаешь каждый раз, что ли? Мне предстоит грандиозная работа. Все хотела сделать по-быстренькому, но, однако, у меня не получится. Как я сама не могу стройкой заниматься. Для того, чтобы сейчас его делать, мне нужно разобрать все. Снять эту ткань. Работа предстоит большая. Короче, ну, нужно делать. Волков боятся в лес не ходить. Так и здесь. Буду потихоньку трудиться. И покажу вам процесс работы, скорее всего. И потом в итоге, что получилось. Я его перевернула. Здесь, конечно, вот типа ножек были. Все уже стерлось. Сейчас я это буду все сдирать, откручивать. Всего лишь 40 минут и почти очищено. Я рада. Ну, 18 лет прошло все-таки. Не так уж плохо сохранился. Разобрала я. Раскрутила. И вот, что здесь внутри оказалось. Ну, и что вы думаете, друзья? Открутила я вот эти вот гайки. И всяко-разно мы пытались. Муж пришел сорвать вот эту штуку. И никак мы ее не смогли сорвать. Ну, пришлось мне распороть вот эту вот грязную тряпку. Что я предложила мужу? Говорю, давай обрежу ее. Эту тряпку аккуратно здесь вырежу. И просто-напросто вот эту ножку тоже заклеить плиткой. Ну, чтобы она была плиткой сделана. Уже ночь на дворе я мужу говорю. Слушай, ну ты мне покажи, как этим пользоваться-то пистолетом. Ну, я как будто каждый день клею. Я ему говорю, чтобы он придавливал хорошо. Она широкая. Как-то мне нужно будет измельчать, помельче эти делать. Представляешь, какой у нас будет стол эксклюзив. Вот ни у кого такого не будет. Видишь, как красиво получается? Мне уже нравится. Клей-момент монтажный. Ну, короче, ребята, вот так вот смотрите. Что у нас получится, мы вам обязательно покажем. Наступил новый день. Я продолжаю. Я утром встала. Я показывала вам вчера, как мы приклеили. Тут все насмерть приклеено. Я хотела была отказаться от этой идеи. Говорю, наверное, толстая не будет держаться. Но нет, все держится. Прошло у меня 2 часа времени. И вот, что у меня за это время, сколько я сделала, получилось. Но мне нравится. А что главное, когда работаешь, ну, если что-то делаешь своими руками, главное, чтобы кому-то это делал, это нравилось. Если мне не нравится, я 150 раз разберу, уберу, порву все, сломаю. Ну, сделаю так, что мне будет нравиться. Из-за этого очередной клей. Это уже третий баллон. Вот так вот у меня получилось. Вот уже как видно, не видно, не знаю. Вот продолжаю я делать стол. Обклеила. Поэтому я замазываю этой расшивкой. Принесла показать, какой расшивкой я заполняю швы. Почему я ее принесла? Ей 12 лет этой упаковки. Мы покупали ее для того, чтобы в туалете расшивать. 8-го года выпуска. Представляете, сколько лет простояла. Замазала я. Так вот, теперь это у меня сохнет. Юра мне выпилил кусок фанеры. Мы новый низ сделали. Мы его подняли, вот на пол положили. Теперь надо перевернуть, посмотреть. А что переворачивать? Надо прикручивать. Может их не надо, они заржавевшие? Или пусть еще столько же. 19 лет или 18, да? 100 лет. Да. Кому он достанется? Что ты думаешь, он столько еще продержит? Я сегодня чистила. Это вот все, каждую плиточку я очистила этим. Пальчиками двумя. Они у меня уже занемели. Я уже бросила, говорю, уже не могу. Отключаю край досточки, в который я буду вворачивать саморезы. Это называется стол женскими руками. Я хотела сделать женскими руками. Но хорошо, что у меня есть плечо. Такое надежное, которое мне подставил мой муж. Ну что, ребят, у нас работа со столом продолжается. Уже вот и мужа припахала. Это уже который день. Короче, открутили мы вот эту вот ножку. Ну, которая, как это называется, площадка вот, на которой он стоял. Подставка. Да. И муж мне говорит на этой подставке, что у тебя, говорит, это вес добавился от этой плитки. А еще сверху, если ты сделаешь... На столешнице. На столешнице. То еще тяжелее будет. И эта конструкция будет очень опасная. Может, кого-нибудь пришибить. Если бы она на четырех ножках стояла, да. А она стоит на одной ноге. Так поэтому мы что делаем? Мы решили эту ножку внутри залить. А чтобы не заливать туда полностью бетоном. Ну, это же вообще-то очень много, и мы его потом вообще не поднимем. Он же у нас не на улице будет. Нет, я предлагал залить. Вот здесь сделать опалубку. Вот на этой ножке. Вот дальше вставь. Вот так. Вот на этой ножке сделать опалубку и сюда залить бетон. Рисса говорит, нет. Ну, и вставить вот сюда вовнутрь. А я предложила следующее. Натолкать в эту ножку как бы пенопласт, чтобы лишнее не заливать. Здесь уложить целлофаном и залить. И то есть бетон этот или там раствор этот распределится. И сюда зальется. А если бы мы как ты сделали, то ровненькая бы просто была. Короче, заморочки у нас очередные. Так вот мы сейчас наталкиваем туда этот пенопласт. Он там останется навсегда. Ну вот, представляете, сделать стол сколько всего надо. Вот смотрите, в пенопласт вернее закинули. Теперь сейчас, чтобы не промокли наши стенки, а не стенки из картона, Лариса вставляет пенопласт. Даже из бумаги-то, говорю, из плотной, да? Да, из плотной бумаги. Мы решили пеной не запенивать. Зачем еще пену тратить? Взяли мешок целлофановый. В общем, решили мы целлофан просто положить. Мешок мы убрали. Потом лишнее обрежем, когда застынет. Завтра. Приготовили мы. Теперь будем. Юра развел раствор. Аккуратненько, не стучи только. Маленько еще пенопласт сядет. Давай еще маленько, сразу же размешаем и сюда зальем. Ты вот так хочешь? Конечно. Вот, и как раз сделаем. Ну вот, ребята, что у нас получилось. И мы решили, Юра предложил, чтобы сразу прикрутить эту подставку. Да, потому что... Капнули сюда, чтобы растеклось. Потому что она засохнет, бугорки будут, мы потом замучаемся ровнять. А пока все сырое, мы делаем вот так. Здесь вот положили. Специально она придавит ее и растекется как надо. Будем надеяться, что наш стол нам послужит лет 50. Ножку я тоже по этому же принципу оклеила. Тоже позамазывала здесь. А вот это вот я хотела ободочком сделать. Ну и тут подмазать еще кое-где. Ковырял отверстие, не проселил, а проковырял вручную. Тут, наверное, гвоздики предусмотрены. Вот, так и проходят наши выходные. Сейчас, в данный момент, пилю плитку. Жена задумала сделать стол. Она задумала. А я тут пилю плитку. Ну что хочешь сказать? Не хорошая у тебя жена? Такая есть, да. Что теперь? 32 года уже живем. Жил старик со своей старухой у самого Синего моря. 30 лет и 3 года. Вот так мы работаем. С утра до ночи. Столба. Со столбовой дворянки. Мой муж рукодельник напилил вот мне плиточек. То мне черную не надо, то мне красную не надо. Пришлось ему, бедненько, постараться. Ну, наконец-то, Лариса приступила к заключительному, можно сказать, этапу. Ну, заключительный, конечно, будет еще вот здесь торец. Надо будет заделать. Да. Потом надо будет мне еще отрезать. Ну, Лариса приступила. Ты много намазала. Ты что? Да. А плитку ты обезжирила? Да. Молодец. Красава. Ну, видите, Лариса, таким шпательком из нержавейки. Все. Размазывает. Так, ну, давай, с Богом. Где она была? Ну, да, здесь. Плитка-то вся неровная, господи. Ой, надо то, надо другое, надо третье. Я ему говорю, слушай, это всего лишь какой-то стол. Сейчас, говорит, я по-своему сделаю. Быстро сейчас сделаем. Так как края, видите, неровно маленькая. Сейчас я попытаюсь их отметить, потом отпилить. Легкими движениями руки наш ДСП-шный стол превращается, превращается... В керамику. В керамогранит. В керамогранит. Я уже ему сказала спасибо большое и подарила ему поцелуй. Да. Я говорю, страшно спросить, а что за два поцелуя надо сделать? Если за один поцелуя, то крышку стола делаю. У нас наступило время затирки швов. Ничего лучшего мы, чем вот этот вот герметик, не придумали. Ты неправильно затираешь, надо вертикально, чтобы заходило хорошо туда. Ну, я же не специалист, вообще все первый раз делала. Ну, когда я попробую? Делала. Чтобы она... Смотри. Раз. Ты думаешь, он туда затекает? Ну, ты посмотри. Ну, так у тебя щель просто эта большая. Ну, а с какой? Нам надо затирать большие в основном лучше. А если маленькая, то тоже должна идти. И вообще так это правильно ровно, прямо держать? Я думаю, что да. Под прямым углом. Она под давлением идет туда, вовнутрь. Ага, понятно. А так она сверху, и там пустота остается. Плитки эти мелкие мы напилили, как вы видели, потому что в магазине мы их не нашли. Они у нас края неровные. Вот Юра там шлифовал их на своем круге. Шлиф круги, или как это называется? На наждаке. На наждаке? Конечно. На обыкновенном наждаке шлифовал края. Теперь надо типа шпатель, чтобы туда вовнутрь их загнать, иначе держаться не будет. Ребят, я знаю, найдется, масса найдется критиков, что они будут, ой, да вы неправильно сделали. Да, мы все неправильно делали. Я вообще все не по технологии делала. К чему это видео вообще? Если бы человек захотел дома сделать, нужно не бояться делать. Попользуешься. Я походила, кстати, по магазину, по мебельному. Посмотрела ценники на столы. Боже мой! На дерьмовые причем? Да! Я давно мечтала переделать этот стол, вы не поверите, друзья. И вот наступил такой момент, когда это случилось. Ну все, ребята, вот, говорится, шлифует уже. Заделали мы как могли. Ну, она уже говорила, если ошиблись, переделаем, выковыряем все. Пока посмотрим, как будет ходить. Герметик неплохой. Он, во-первых, не вонючий, уже говорили. Во-вторых, он, вот она, мокренькая, вот такой, губкой проходит. И он хорошо смотрит. Осталось нам сделать торец. И торец вот внизу, подставки. В общем, хочется жить здесь и сейчас. И не ждать, когда это я найду. И где я найду. Купила вот такую вот ленту. Вчера заехали. Мне она, конечно, очень не нравится. Для вот этого торца. Ну, что делать? Взяла вот такой вот строительный фен. Сейчас буду нагревать. И попробую приклеить. Приклеится или нет, я не знаю. Никогда это не делала. Честно скажу. Буду пробовать. Не знаю, слышно вам, нет, гудит этот фен. В общем, вот так вот я приклеиваю. Очень горячий фен. Просто обалдеть. Посмотрим, насколько это долго будет держаться. Вот что у меня получилось. Конечно, прижгла я руки. Ну, не совсем прижгла, что тут до ожогов. Ну, было очень горячо. Теперь мне надо перевернуть и подрезать, сделать на ножку тоже такую же ленту. Ну, это, конечно, не заводской стол. Это хендмейд. Но все же мне нравится. Еще раз скажу. Мне нравится, нравится, нравится. Я просто в восторге. Ребят, что у меня получилось. Внизу я тоже подклеила. Здесь вот какие-то небольшие дырочки постаралась замазать силиконом, жидкими гвоздями. Не знаю, как это называется. По-разному. Момент супер универсальный монтаж. Вы, ребята, не представляете, что мой муж сделал. Я же вам показывала. А, я еще на видео не выставляла, что я делала стол. Ну, я же не специалист по столам. Ну, ему страшно, эта окоемка не нравилась. И что вы думаете, он сделал? Он ее взял и ободрал. Вот, смотрите, как он и начал делать. Да, вот это такая, типа, замазки. Она называется расшивка швов. Можно не только швы расшивать, я вот решил. Так взял. Двухкомпонентные. То есть, два компонента смешиваешь. И получается такая вот твердая. Вчера я в 12 часов уже, даже, наверное, в первом часу ободрал. Кусочек сделал. Не знаю, мне понравилось. Единственное, что, наверное, надо было чуть побольше. Вот. А так неплохо. И вот край уже не режется. Сразу прям чувствуется. Но это еще будет шлифоваться. Так как ранее было заклеено вот этой лентой, не придется сошкурить. Это то. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 15 грамм... Теперь, чтобы здесь получилось 165 грамм... Нужно ложить вот этой коричневой замазки... 167... 169... Получается у нас 1 к 10... Теперь надо тщательно перемешать... Юра меня из помощника превратил в активного участника... Числя меня из помощника, потому что стол это ее задумка... И получается, что... Делаем-то мы вместе стол... Подчеркиваю, вместе, не по отдельности... Так вот и живем уже 32 года... Кромаш я поснимаю чуть-чуть, а потом... Я еще перемешиваю... Выключим камеру... Сейчас нам нужно вот таким валиком ее нанести... Здесь вот начал шлифовать, но неплохо получается... Валик надо, я думаю, побольше делать все-таки... Потому что сейчас стешится... Там где-то углубнение... Углубление... Вот так вот, видите... Получается ровненько невозможно сделать... Потому что оно... Ну, не как раствор... Раствор обычно раз, он друг к другу... Ну... Раствор к раствору липнет... А этот нифига... Каждая песчинка старается быть... Самой по себе... Ну, ладно... Будем шлифовать... Что сделаешь? Шлифовать, заделывать... Где у нас не получилось... Самое главное, я считаю, сделать вот такой повыше буртик... Чтобы было что шлифовать... Чтобы лучше будет... Пусть будут бугорки, чем ямы... А жена говорит... Пусть так и останется... Это у нас будет... Как ты называешь это? Модным словом... Ну-ка... Хендмейд... Хендмейд... Это как грибок... Это как кора, понимаешь? Вот... Ну, я не знаю, что это такое... Хендмейд... Это ручная работа... Ну, мне нравится, что шлифовать не надо... А так... Вот... И теперь вот этот торец мы сделали... С самой столешницы... И вот видите... Не очень красивый торец ножки получился... Здесь вот фанерка хорошая... Вы видели, как мы ее прикручивали... Вот... А вот эту ножку, прежде чем заделывать... Лариса тут ее обклеила... И сейчас мы примерно вот такой кусок... Ну, где-то четвертую часть... Все это дело замажем... Но, прежде чем мазать... Надо шлифануть... Это чтобы она не каталась... Стол стоял на месте... Устойчиво... Вот видите... Чтобы замазка, которой я сейчас буду заделывать этот торец... Лучше схватилась с этим торцом... Я сейчас здесь насверлю отверстий... Вот так она выглядит... Вот этот отвердитель... Процесс нанесения... Стараемся заполнять все дырочки... Смотрите... Прошло примерно около 40 минут... Уже более-менее твердое... То есть уже сформировалось... Уже никуда не бежит... Вчера начали... За день не успели... Потому что пока засыхало... Пока выравнивали... Вот... Осталось... Раз... Два... Ну, примерно 50 сантиметров... То есть две трети замазано... Три захода... Как видите... Постелили бумагу... Потому что... Бывало, что мелкие капельки капали... И присыхали к полу... Приходилось потом... Оцарапывать... Сейчас делаем... Эту ножку... Шлифуем... Сверлим... Мне Лариса говорит... Перехватил инициативу... Теперь девочки скажут... Что я не одна делала... А мне вот сроду и не надо... Я просто решил помочь... Своей любимой женщине... Ну вот... Вы посмотрели наше видео... Не забывайте подписываться на наш канал... Поддержите нас... Комментариями... Лайками... Вам не трудно... А нам очень приятно... Это все-таки наш труд... Титанический такой труд... Надо сказать... С одним столом... Всем пока-пока... Всем хорошего настроения... Если у вас дома есть старая мебель... Вы ее не выбрасывайте... Из нее всегда можно что-то сделать... Всем пока-пока... Пока-пока... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...